всем привет рад видеть вас на своем канале в сегодняшнем видео я бы хотел рассказать раз уж скоро наступает сезон жидкой воды которого все мы так очень ждем значит скоро настанет рыбалка лодки моторы и т.д. и т.п. ну значит я хочу рассказать о своей лодке вернее не о лодке а по елах у меня лодка касатка 365 производитель посейдон значит лодку я приобрел три года назад в эксплуатации она у меня пробыла два полных сезона то есть это где-то по среднем 15 выездов за сезон ну в среднем где-то получилось где-то 30 раз то есть у меня лодка была на воде 30 раз но на воде сами знаете бывает всякое то есть постоянно то идешь в шторм заливает то идет дождь по полдня там в палатке сидишь короче паёлы страдают хорошо тем более в этой лодке паёлы у нас фанерные значит вот что я изначально решил сделать даже перед тем как еще первый раз выйти на воду меня смутили вот эти торцы эти торцы меня смутили хотя производитель говорит что они их обрабатывают чем-то эти торцы ну как-то я не знаю я решил перестраховаться и вот что я сделал значит я взял наждачку наждачку не очень это было хорошо все обработано эти эти торцы я все это зашкурил наждачкой и пропитал на два слоя лаком вот сами можете посмотреть вот два полных сезона говорю даже никакого намека что где-то расслоилась или растрескалась вот ничего это нет хотя полы вот этот задний паёл последний который возле транса он постоянно находится в воде когда после дождя или игру шторм заливает вот он постоянно в воде и вот посмотрите нигде даже не намека не намека не на расслоение не на не еще что-то другое но это торцы говорю сразу обработаны лаком значит каким лаком я их обработал у меня к сожалению не осталось упаковки от него но как сейчас помню значит лак этот производства турция назывался он лак яхтины на полиуретановой основе то есть хочу заострить внимание именно полиуретановый лак никакой там не алкидный мак лак и не используйте только вот вам советую использовать полиуретановый лак он создает водонепроницаемую пленку и то есть хорошо ну то есть вы сами видите что как бы поверхность идеально она не побелела не потрескалась ничего вот туда живут осталось вот как я покрывал вот здесь вот такой буртик от лака вот как он затекал у меня вот но в этом сезоне я решил как бы немного подновить это все вот сейчас покажу я как я это делаю вот например на примере этого торца можно делать кисточкой или я например вот делаю поролончиком беру поролончик вот так вот пропитываю так пропитываю вот первый слой как бы можно не пытаться так уж слишком пропитывать вот так наносится но у меня здесь он уже как бы был лак когда наносите на необработанный торец он как бы впитывается хорошо здесь вот он сейчас уже не впитывается он сейчас уже вот блестит лежит как и как есть так и есть и вот так вот я на два раза обработал торцы результат отличный то есть я думаю что и дальнейшем проблем никаких с поелами не будет вот так это выглядит наносим один раз сушим до полного высыхания повторно еще один слой даже можно вот так чтобы вот сюда вот чуть-чуть попадала на краешек вот так вот так на краешек пропадала попадала вот у нас торцы будут защищены никакая вода я мне страшно никакая сырость влага им не повредит вот дальше что я еще хотел сказать вот значит постоянно приходится попадать шторм как бы до прыгаем по волнам туда-сюда то есть смотрите ставлю стринги не намека что где-то что-то повело или что-то там случилось с ним все идеально то есть качество изготовления на высоте конечно вот этих всех алюминиевых профилей производителю конечно большое спасибо все продумано все отлично говорю единственное только что получше бы обрабатывали торцы цены бы им не было вот в общем то и все что я хотел сказать о этих полах а еще хотел сказать что лодка покупал три года назад и друг у меня тоже покупал лодку но другого производителя не буду говорить какого чтобы не создавать антирекламу но в той лодке полы алюминиевые алюминиевые полы значит примерно у нас не одинаково на рыбалку вместе эксплуатация одинаковая так вот на его на полы уже страшно смотреть у него значит мало того что их выгнула горбом вот эти секции выгнула горбом и вот в этих местах полопались они полопались полы он их уже возил варить ему варили их аргоном ну короче это все фигня не помогает они у него опять все полопались короче короче говорю а эти полы вот они как новые ничего не случилось все три набираю вот пожалуйста все вот так ну вот в общем то и все что я хотел сказать буду рад если это видео кому-то пригодится все пока